МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В регионе происходит модернизация системы профессионального образования. Особое внимание уделяется дуальному обучению и социальному партнерству учебных заведений с предприятиями. Все это делается для того, чтобы сбалансировать спрос и предложения на рынке труда. О реализации кадровой стратегии говорили на парламентском часе Волгоградской областной думе. В регионе общая потребность в кадрах составляет 76,6 тысяч человек. Из них 56% – это дефицит рабочих со средним профессиональным образованием. Значительно меньше требуется специалистов с высшим образованием – всего 17%. Нехватка рабочих ощущается в обрабатывающих производствах, торговле, сельском и лесном хозяйствах. Чтобы подготовить квалифицированные кадры и обучить студентов тем профессиям, которые сегодня необходимы местной экономике, в регионе проводится комплексная работа. Действует 150 программ профессионального образования. Их реализуют 69 организаций разного уровня. Часть положений кадрового стандарта уже внедряется в регионе. Прежде всего реализуется механизм прогнозирования потребностей в кадрах по перспективным и востребованным профессиям. К 2020 году будет полностью сформирована сеть многопрофильных и отраслевых организаций, которые будут готовить специалистов по наиболее востребованным профессиям и специальностям. Другой вопрос – оснащение материально-технической базы учебных заведений. На фоне экономического роста, когда в регионе появляются новые отрасли и современные рабочие специальности, оснащение вузов и СУЗов должно соответствовать современному уровню. Решить проблему может дуальное образование, когда студенты проходят практику на предприятиях. Работодатели, если хотите знать, они сегодня очень заинтересованы в кадровой политике всего региона. И чем не лучше будет подготовка кадров, тем устойчивее будет экономика у нас здесь, на нашей территории. К проекту дуального образования уже подключились 9 колледжей, 11 крупных промышленных предприятий, а также 1447 работодателей Волгоградской области. Ежегодно по этой системе обучаются более 3000 студентов. Важное преимущество такого образования – гарантированное трудоустройство молодых специалистов. Наша задача основная при подготовке рабочих таких кадров, чтобы у нас появилась возможность иметь якорных работодателей, которые непосредственно на период обучения заключают с ребятами трудовые договора, которые уже по способу дуального образования проходят непосредственную практику на предприятиях нашего региона. И уже в будущем при получении диплома сразу идут на предприятия работать. Депутаты уверены, чтобы восполнить пробел в рабочих специальностях, необходимо повышать престиж этих профессий. Для ранней профориентации школьников в регионе проходит ежегодная акция «Неделя без турникета». Учащиеся посещают ведущие промышленные предприятия, знакомятся с организацией производственного процесса, современным оборудованием. Также прозвучала идея возрождать систему учебно-производственных комплексов. Я сегодня слышу, тот положительный опыт, который ранее существовал, это возрождение УПК, учебно-производственных комбинатов, которые будут приучать уже детей с раннего возраста к труду. И в результате по окончанию школы наши дети будут уже иметь специальность водителя, допустим, швеи, повара и так далее. Подводя итоги парламентского часа, депутаты отметили, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке труда, требуется комплексное совершенствование региональной системы профподготовки, модернизация материально-технической базы, активное взаимодействие учебных заведений и предприятий региона. Более 30 законодательных инициатив рассмотрели региональные парламентарии на последнем заседании весенней парламентской сессии. Это вопросы, касающиеся ЖКХ, развития туризма, исполнения бюджета в 2017 году. Решением Думы утвержден и новый состав Общественной палаты. О том, какие законы были приняты, в рубрике «Новое в законодательстве». Депутаты утвердили вторую десятку членов шестого созыва Общественной палаты региона. Днем ранее губернатор Андрей Бочаров также выбрал 10 человек. Всего в составе коллегиального органа 30 человек. А потому не позднее 23 августа эти утвержденные 20 выберут последнюю треть палаты. Первое заседание нового созыва должно пройти 14 сентября. Новый состав Общественной палаты будет работать в течение трех лет. Наша десятка, скажем так, состоит из просто суперпрофессиональных людей, весьма авторитетных. Ни у кого вопросов не возникло к тому, а их внутреннему статусу. Многие из них работали в Общественной палате, награждены государственными наградами, имеют колоссальный опыт в различных сферах, представляют практически все сферы экономики и общественной жизни. И поэтому польза от них будет колоссальная. Региональные парламентарии передали администрации Волгоградской области полномочия по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного жилья. Такая система работает уже в большинстве российских регионов. Ответственность по данному закону при формировании и контроле за исполнением региональной программы лежит на администрации Волгоградской области. Исполнительная власть в лице Комитета пожилищно-коммунального хозяйства, она разрабатывает данную, формирует эту региональную программу, актуализирует ее. Также она следит за состоянием финансовой устойчивости регионального оператора. Поэтому и легче следить за этой ситуацией. Казакам разрешили арендовать землю без торгов. Рассчитывать на такую преференцию могут казачьи общества, внесенные в государственный реестр. Сегодня их в регионе 69. Участки могут быть предоставлены только в границах той территории, на которой казачье общество осуществляет свою деятельность. Сегодня нельзя на одну основу ставить с комической организацией или с фермерско-крестьянским хозяйством наше общество казачье. Поэтому и принят сегодня закон, который гарантирует выделение земельного участка без конкурса именно казачьему обществу для решения своих экономических вопросов. А именно, чем мы раньше казаки и занимались. Возделывали землю и защищали нашу Родину. В будущем, я думаю, это хорошее подспорье для наших казачьих обществ. Единодушно парламентский корпус принял решение учредить памятный знак за участие в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской области. Наградой будут удостоены жители региона, которые внесли наибольший вклад в подготовку, организацию и проведение матчей мирового первенства. Губернатор региона Андрей Бочаров поддержал это решение. В Волгоградской области всегда чтили человека труда, те, кто на самом деле продвигал регион своими трудовыми заслугами. И считаем, что здесь тоже самое надо отметить людей, принимавших участие, которые работали, принимали в качестве волонтеров участие, подготавливали чемпионаты мира, правоохранительные структуры. То есть все те, кто был задействован в подготовке и проведении чемпионата мира 2018 на территории Волгоградской области, отметить нагрудным знаком. Награда ждет не только активистов, которые участвовали в подготовке к чемпионату мира. Отличников учебы также ожидают поощрения. Расширен перечень категорий получателей именных стипендий, инициировал предложение глава региона Андрей Бочаров. Областные парламентарии единогласно одобрили законопроект, отметив, что именные стипендии будут мотивировать молодежь к дальнейшим достижениям. Подробнее о том, кто сможет претендовать на стипендию, а также сколько будут платить за учебу на «Отлично» в рубрике «Закон в цифрах». На именную стипендию в Волгоградской области смогут претендовать 11-классники, завершившие предыдущий учебный год с отличием. Они получат стипендии в размере 600 рублей. Первокурсники очных отделений вузов в Волгоградской области, которые закончили школу с золотой или серебряной медалью, и при этом успешно сдали ЕГЭ. Успешно – это значит, набрав 70 баллов по каждому из двух обязательных учебных предметов. Выплата для них составит 1100 рублей. Обучающиеся в ПТУ на отметку 5 смогут рассчитывать на выплату в размере 800 рублей. И еще одна категория – студенты вторых и третьих курсов высших учебных заведений региона за учебу без четверок получат по 1100 рублей. Эти стипендии будут ежемесячными и станут приятным дополнением к уже имеющимся студенческим денежным выплатам. На реализацию закона в областном бюджете на этот год предусмотрено 2 миллиона рублей. В 2019 году 6 миллионов 300, а к 2020 году эта сумма вырастет еще на 2 миллиона и составит 8,3 миллиона рублей. На заседании Законодательного собрания был утвержден и новый состав Молодежного парламента 6-го созыва. Совещательный орган пополнили 24 новичка. Они будут работать в этой структуре впервые. 16 молодых людей из прошлого созыва остались на своих местах. Уже состоялось первое заседание Молодежного парламента, где была утверждена его структура и обсуждались законодательные планы на 2018 год. Процедура кадровой ротации Молодежного парламента была запущена год назад. За это время организационная комиссия в составе ряда депутатов Волгоградской областной думы рассмотрела десятки кандидатур. В состав Молодежного парламента Волгоградской области попадают по следующим критериям, Критериям, можно так сказать, это первое, это направление политических партий, какие есть в Волгоградской областной думе. И 20 человек по конкурсу, то бишь ребята представляют свои проекты, свои идеи, которые они хотят реализовать на территории Волгоградской области. Есть организационная комиссия, в которую входят депутаты, общественность Волгоградской области, и рассматривают непосредственно эти проекты, общаются с ребятами, и тоже партия предоставляет туда свои списки. В состав Молодежного парламента входит 40 человек. Это граждане Российской Федерации, проживающие на территории Волгоградской области, в возрасте от 18 до 30 лет. Молодые депутаты нашего региона обладают правом законодательной инициативы. Так, минувший созыв выдвинул на обсуждение в областную думу 25 предложений в законы региона, которые касались различных отраслей. Я заходил с определенной программой по поднятию, так сказать, патриотизма в нашем городе. Ну и, следовательно, собираюсь заниматься этим, реализовать свою программу на сплочение наших дворов, нашего города, нашей молодежи. Активность нужна для того, чтобы показать свою гражданскую позицию, то, что у нас тоже есть право выбора, мы тоже можем избирать, выбирать, и избираться в первую очередь, потому что молодых кандидатов сейчас очень мало, и любой молодой человек от 18 лет может избраться в городскую думу, там, в областную, от 21 года. И молодежи же не верят в то, что можно менять политику и улучшать свой регион, свою страну. А мы это показываем и даем ребятам такую возможность. На этом все. Это был проект «Депутатское решение» программы о работе региональных парламентариев. И я ее ведущая Анастасия Панина. До встречи. Анастасия Панина.